Обычный школьный урок лыжной подготовки не предвещал никаких неприятностей. Подвоха никто не ожидал. Группа учащихся 46-й школы в сопровождении педагога двигалась по трассе в сторону развилки. Нарушители спокойствия появились на лыжне неожиданно. Примерно на этом повороте, вот там, где лыжник едет, со стороны конно-спортивного комплекса выбежали две лошади. Они добежали до нас, поравнялись, и одна из лошадей встала на дыбы, на ученика. Но в метрах в трех она его не застала, ну и слава богу, конечно. Нарушительницей оказалась питомица конно-спортивного клуба по имени Майя. По словам сотрудников конюшен, она всегда была спокойной и ласковой лошадью, любимицей местной детворы и целенаправленно напасть на школьников не могла. Ну вот я сама только сегодня прочитала статью в интернете. Вы знаете, там, конечно, очень много преувеличено, очень много приукрашено, что лошади бросались на детей, кидались на них, пытались растоптать. Но то, что лошади вышли на лыжню и проявили интерес к детям, это, конечно, остается фактом. Естественно, мы это примем к сведению, примем меры. То есть в любом случае, да, мы доступ лошадей к лыжне ограничим. Как признался учитель Андрей Якушев, раньше никаких животных он на трассе не встречал. Разве что кроме собак, да и те, как правило, были с хозяевами. Однако после недавнего лошадиного инцидента перед каждым занятием он стал проводить с ребятами обязательный инструктаж, как вести себя при появлении на лыжне крупных животных. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НИКО+.